Забить самый первый мяч на главной арене за шериф, сыграть в историческом составе двухтысячных и стать преданным болельщиком клуба. Все это про Юрия Приганюка, легендарного футболиста в желто-черной форме. В этом сезоне шериф исполнил его мечту. Вышел в групповой этап Лиги чемпионов. 15 сентября первая игра. Домашняя против Донецкого Шахтера. В 2003-м наши играли в квалификации против украинского клуба. В шерифе блистали Даду, Тудор, Тестамецану и Таркнишвили. Против легендарного состава Шахтеру пришлось не сладко. Да, конечно, помню. Я каждую игру Шерифа помню в Лиге чемпионов. И с Шахтером, когда мы дома сыграли 0-0, было очень много моментов. Мы должны были, обязаны были обыгрывать Шахтер. Просто тогда в тот день мяч не шел в ворота. И две перекладины, и штанги. И Сережа Даду хорошо вышел на замену, бил по воротам. И Кристиан Тудор покойный тоже имел кучу возможностей и моментов. И у меня вроде бы был момент с головой. В начале нулевых все было по-другому. Записей первого матча в интернете нет, только несколько колоритных фото. Та игра осталась в сердцах и в памяти участников. Тогда Шериф дома не проиграл Грозному Шахтеру. У гостей в составе будущий игрок Баварии Тимащук и будущий тренер Реала Бернт Шустер. Дома 0-0, а потом веселый выезд в Донецк. Корреспонденты и боленщики локомотива сказали, что любую команду Донецкого Шахтера или Молдавского Шерифа ждет участь Анны Карениной. Так пусть они подумают, что иногда поезда сходят под откос. За это время наш клуб успел притормозить один локомотив в Лиге Европы. Ставки повысились. Теперь Лига чемпионов. Я думаю, да. Сейчас ребята на кураже. Знаете, как локомотив разогнался, и он идет, и уже никого не ощущает на своем пути. Я думаю, что и Шахтер попадет под этот локомотив. То есть под названием Шериф. В битвах с украинцами у нас паритет. Киевская «Динамо» тоже как-то приезжала. Тот гол в их ворота сложно описать и забыть. Зато на стадионе был огонь. Что будет на матчах группового этапа, сложно представить. У нас такого еще не было. Так что для трибун тоже дебют. Возможно, разрешат заполнить стадион полностью. Тогда держись, Реал. Очень хотелось бы попасть и посмотреть, атмосферу прочувствовать. Я помню, когда мы играли, стадион заполнялся практически полностью. Хотелось бы. Именно не на Бернабелл, никуда. А вот именно в Террасполь хотелось бы приехать. Шериф в сердце остается навсегда. Юрий тренирует детей в Москве, давно не живет в Приднестровье. Но даже на интервью интуитивно надел футболку в такт разговора. Видите, черно-желтые цвета здесь. Вот так получилось. И до сих пор следит внимательно за каждой игрой. Особенно за работой тренера Юрия Вернидуба. Лучшие техники украинского специалиста старается применять в своей работе. Опыт Приднестровской лиги чемпионов для юных футболистов Московской академии. Смотрю за схемами. Да, вот сейчас тренер Юрий Вернидуб очень хороший тренер. Я очень внимательно слежу за расстановкой игроков, как он составляет на поле состав. То есть за передвижением. Это опыт. Да, он опытный. Я начинающий тренер. Образно говоря, я впитываю как губка. Тренер Шахтера Дедзербе сказал, что о шерифе мало что знает. У нас наоборот. У руля специалист по Донецкому клубу. 23 матча за тренерскую карьеру. Всегда в амплуат тренера более слабой команды. При этом три победы. Чемпионы капитулировали. Вернидуб праздновал. В этом сезоне других эмоций еще не было. Ну и не надо начинать. У Юрия Приганюка тут новые мечты. Чтобы их реализовать, нужно выходить из группы. Ну я бы хотел, чтобы Ман-Сити приехал в Террасполь. Вот мне нравится сейчас Пеп Гвардиола с его Манчестер-Сити. Ну и конечно, конечно, вы хотите, вот сейчас как все, это 99% людей сейчас скажут. Потому что сейчас была трансферная бомба. Леонель Месси, Киллиан Баппе и Неймар с ПСЖ. Конечно, хотелось бы, чтобы мы в Террасполь приехали. Но ничего, встретятся в следующем этапе, то есть в одной восьмой, да, встретятся с этим Месси-Серифом. Приганюк верит в плей-оффы. Кто мы такие, чтобы спорить? Остается только переживать за Ман-Сити и ПСЖ. Вдруг у них не все получится. Давайте поддержим топ-клубы. И им еще с нами в одной восьмой играть. Продолжение следует...